Приветствую вас, Церковь! Сегодня мы молимся о музыкальном служении, а также о возвращении отпавших от веры в Иисуса Христа. Есть ли у нас время и место для молитвы? Молимся мы? Постоянно ли мы в молитве? Находим ли мы место для молитвы? Иногда бывает так, что ты живешь в одной комнатной квартире и с тобой еще помимо тебя пять человек. Где место для того, чтобы помолиться? Может быть, ты работаешь настолько, что в десять вечера ты не успеваешь быть дома и где-то едешь в дороге в это время, и у тебя нет времени помолиться. Первые христиане, я думаю, тоже сталкивались с такими проблемами. И вот верующие, ищущие Бога в городе Филиппы, они нашли время и место для молитвы. Я прочитаю из книги Диане, 16 глава, 13 стих. В день же субботний мы вышли за город. Апостол Павел и Сила. К реке, где по мгновению был молитвенный дом. И сев разговаривали с собравшимися там женщинами. У верующих в городе Филиппы, которые искали Бога, у них было определенное место. Место возле водоема, возле реки. И там они собирались, и было определенное время, где они совершали молитвы Бога. И в это место пришел апостол Павел с Сила, и общались с ними, и рассказывали об Иисусе Христе, и некоторые из них обратились к Богу. Место для молитвы, оно не обязательно должно быть каким-то определенным, каким-то стандартным. И время также, но пусть Господь даст нам мудрости, вам мудрости, найти это место определенное для совершения молитвы. И время выделить для совершения молитвы. Это очень важно. Ваши молитвы перед Господом. Пусть Господь благословит вас в молитве за музыкальное служение и за молитвы о возвращении отпавших.